По молитвам одного в этом выборе и, конечно же, прежде всего, молиться Божьей Матери. Митрополит Самарский и Сызранский Сергий Своё название село Ташла Ставропольского района Самарской области получило от названия реки. Когда-то селились здесь беглые татары, мордва, русские. Река и лес давали пропитание, и постепенно маленькое поселение превратилось в зажиточное село. Во второй половине XVIII века православные селяне решили построить церковь на Взгорье, чтобы радовала она не только жителей села Ташла, но и всех проезжающих по тракту. Пожертвования собирали всем миром, строили всем селом, и в 1775 году деревянный однопрестольный храм был освящен в честь Пресвятой Троицы. 1917 год. Россия уже вступила в эпоху перемен. Первая мировая война, Февральская революция, смена власти уже заряжались пушки Авроры. За 17 дней до Октябрьского переворота в далекой Самарской глубинке Пресвятая Богородица напомнила о себе, о своей милости к русской земле. Согласно преданию, в селе Ташла явился образ Богородицы Избавительницы от бед. Об этом явлении еще в 1896 году, более чем за 20 лет до чудо-явления, предсказал святой Иоанн Кронштадтский во время своего посещения Самарской губернии. Первая икона Пресвятой Богородицы, согласно преданию, была написана святым апостолом и евангелистом Лукой в первом веке. Увидев написанный образ, Божья Матерь сказала, «Сим образом прибудет благодать моя и сила». Екатерина Никаноровна Чугунова добывала пропитание обучением рукоделью. Она умела делать по дому все. Добровольно отказалась от брака во имя служения Богу. Став келейной черничкой, Екатерина Никаноровна жила с другими девушками на окраине села. Их называли келейницы или спасеницы. Келейницы обучали грамоте девочек. Они занимались сбором лекарственных трав и лечением ими. В октябре 1917 года келейнице Екатерине Чугуновой явилась во сне Богородицы. Она рассказала о своем сне подруге. «Финюшка, вот что хочу рассказать тебе. Сегодня ночью уж в третий раз явилась ко мне Божья Матерь и строго сказала, что если я не выполню ее наказа, наказана буду. Уж который раз мне говорит, что я должна выкопать из земли ее икону в указанном месте. А сегодня, когда я из храма шла, два ангела явились. Икону Божьей Матери несут, сиянье так и шло. А когда в овраг спустились, видение исчезло, а я в обморок упала. Когда очнулась к родственникам пошла, они-то мне не рассказали, что некоторые там, в овраге, церковное пение слышат. Прошу тебя, Фенечка, пойдем со мной сейчас же на то место. Может, и ты увидишь то, что я видела». По дороге Екатерине вновь было видение, как два ангела в белых одеждах бережно несли по воздуху икону Божьей Матери, озаренную ярким сиянием. «Смотри, смотри, ангелы иконы несут, и все на том же месте, все в сиянии. Наконец, они подошли к месту, где Екатерина трижды видела исчезновение видения. Пороскева стала окапывать указанное место, хотя столпившийся народ с недоверием наблюдал за их затеей. «Когда они начали копать, мужчина, говорят, очень возмущался, говорил, что вы придумали, зачем вы сюда пришли, вот вас слушать. Но потом какая-то невидимая сила отбросила его от ямы, которую он начал копать. И дальше Екатерина сама руками разгребла землю и нашла там наш образ иконы Божьей Матери, избавительницы от бед. Месте, где она его обрела, там забил источник, живительный родник, который до сих пор есть на этом месте». Из мусорки вернулись посланные люди со священником отцом Василием Крыловым. Бережно взяв в руки икону, он понес ее к храму. Толпа гудела от увиденного чуда. Перед церковью их встретил перезвон колоколов и группа людей с хоругвями и иконами. Икону внесли в церковь, возложили осторожно под стекло рядом с иконой Святой Троицы и поставили на аналое посреди храма для поклонения. В трудные 1917-18 годы повсеместно распространилось явление икон в реке, в колодце, в корнях дерева. Иконы являются людям праведным. Также и Екатерина Никаноровна Чугунова была избрана для этого. С тех пор эта икона, она где-то на полгода даже раньше державной явилась. Даже державной в марте 1918-го, насколько я помню. А это вот в октябре 1917-го, получается, икона явлена была. То есть вот какая-то удивительная связь существует между этими двумя иконами. Сначала Божья Матерь своим явлением как бы предрекала Россию и русскому народу, что грядут действительно события страшные, но не бойтесь, я избавлюсь от всех бед. А затем она как бы и явилась уже в образе державной Божьей Матери. Вот эти два явления никаким-то, мне кажется, образом между собой связаны. Слух о явлении чудотворной иконы Божьей Матери, избавительницы от бед и об исцелениях больных быстро стал распространяться по соседним селам и деревням. И вскоре в Ташлу стали приходить целыми толпами на поклонение иконе. Тогда сообща оборудовали на источнике колодезь, где стали служить молебны. С тех пор начались чудодейственные исцеления больных. Затем икону принесли сюда в Святотройский храм. Священник Дмитрий, который здесь служил, он отсутствовал, был в Самаре. И когда приехал, ему рассказали о чудесном обретении иконы, он, ну, не поверил. Как-то подумал, что женщины что-то опять придумали, что это как-то маловероятно. В такой глуши здесь медвежий угол, и вот тут, значит, какую-то икону нашли. И, видимо, эта мысль, она крепко заселывая сердце. И вот икона лежала здесь, на центральном аналоге в храме. И, как говорит предание, в ночь на 24 декабря сторож видел, как некая молния, как вспышка блеснула в сторону источника. Когда утром пришли сюда на службу, иконе на место не оказалось. Пошли на источник, и там в роднике увидели, что икона плавает в воде. Когда священнослужитель хотел ее взять, как говорит предание, то икона не давалась ему в руки, отплывала от него. Тогда он принародно исповедовал свой грех, что имел помысл недоверия, чудесном обретении иконы. И только после этого сумел взять икону, и торжественно, крестным ходом, с народом возвратили сюда Свято-Троицкий храм. С тех пор икона стала здесь находиться, и когда икону приносили, множество было тоже и исцелений, и бесноватые люди кричали, шумели. То есть все это отражено в предании, можно почитать в книге, посмотреть более точно. Весть о случившемся в Ташле разлетелась по всей округе, и люди вновь и вновь шли и ехали к чудотворной иконе, и к святому источнику. Однако новая жизнь под флагом атеизма уже торопилась зачеркнуть православные традиции. И местная большевистская власть, наблюдая нескончаемое паломничество, всполошилась не на шутку. Церковь при Святой Троице была закрыта. Но, видно, благодаря заступничеству Божьей Матери ее не стали ломать, а отдали под зернохранилище. Когда женщины лопатили для просушки зерно, то слышали порой церковное песнопение. Своды из святыни Божьей словно берегли дух православия. Саму же чудотворную икону успели вынести две келейницы – Евдокия и Клардия. И как ни пытались коммунисты ее найти, ничего из этого не вышло. Чудотворный образ передавали из избы в избу, а по большим церковным праздникам сходились верующие к сестрам-келейницам на молитвы. Священники же подвергались угрозам и гонениям. Советская власть пыталась поспротивиться этому. На священников оказывалось давление стороны властей. Я даже с одним из них говорил, был такой замечательный у нас батюшка в Самарской епархии, отец Иоанн Державин, на непокойной, который рассказывал, как полномоченный отвез его в лес на мотоцикле, угрожал оружием, даже говорил, чтобы народ туда не ходил. Он отказался выполнять эти требования. Ну и наш отец Николай, его тоже на него давили, обрабатывали, чтобы он запрещал людям сюда ездить. Но батюшка тоже отказался, тоже исповедничество, потому что в советское время очень непросто это было все. Тогда власть решила уничтожить святой источник. Для этого рядом с ним построили животноводческую ферму и стали заваливать его навозом и землей. Засыпали, но родник вышел в другом месте. И люди расчистили первый родник, и получилось сейчас там два родника на источнике. Слово сказать, вот сейчас мы реконструкцию ведем. Когда стали снимать грунт, то в некоторых местах метр тридцать, в других местах два метра, вот этот перегной навозный был. Действительно, мы нашли его. Около четырнадцати машин вывезли с источника вот этого. Вместо него завозили уже нормальный грунт туда. То есть это предание подтвердилось, что действительно засыпали источник навозом, чтобы народ туда не подходил. В годы Великой Отечественной войны сам ход истории подтолкнул к тому, что без веры победить невозможно. В России стали открывать храмы. В конце войны разрешили открыть и Троицкую церковь, в селе Ташла. Все верующие собрались, чтобы привести храм в порядок. Молодежь на лошадях подвозила воду, а женщины и мужчины отмывали ее от земли и зерна. Настоятель церкви Виктор Ефимов дощечками, которые верующие ночью тайком приносили, отремонтировал иконостас, разбитое крыльцо и бережно разместили на свои места сохранившиеся иконы, которые верно хранили по домам. И вновь чудотворная икона Божьей Матери, избавительница от бед, своей неиссякаемой любовью стала обогревать всех страждущих и помогать всем скорбящим. Но, несмотря на это, власть вновь делала попытки закрыть Троицкий храм и находила для этого множество поводов. Обкладывали большим налогом, но деньги находились. Хотели закрыть из-за вспышки эпидемии Ящура, но односельчанин, работающий в Куйбышевском обл. исполкоме, отстоял церковь, и эпидемия отступила. Директор Ташлинской школы Новиков устанавливал лозунги «Религия – опиум для народа». Уполномоченный по делам Русской Православной Церкви Куйбышевской области добился перевода благочестивых священников в другой приход, а на их место поставил священника Костина, бывшего артиста, который убеждал народ, что благодать в роднике – выдумка шарлатанов. Однако Костин, отрекшийся от Бога, вскоре разбился насмерть, врезался на мотоцикле во встречную машину. В храме здесь было зернохранилище, поэтому храм сохранился. Сам сруб, он старинный, 18 века сруб. Ну, а это уже в 70-х годах, здесь 20 века уже росписи. Батюшка собирал иконы многие здесь. Вот тут из Афонской горы есть иконы, вот старинные иконы есть. Вот колокола у нас старинные тоже висят. Батюшка, храмы-то закрыты были, но где-то что-то оставалось, вот он с округи свозил сюда. И вот у нас здесь храм, как бы, тоже такие святыни имеют. Более 40 лет служит в Троицком храме отец Николай. Господь благословил труды батюшкиных рук. Постепенно преображается святое место, плод непрестанной молитвы и пастырских забот отца Николая. Наше место возродилось по милости Божьей, по молитву Царицы Небесной и нашими священными служителями. Много лет пришлось мне здесь трудиться, молиться одному, без священников. В самое трудное время, в лихолетии, в храмах не было, кругом люди болели, приглашали, мы частенько уезжали в соседние стела причащать, позаборовать людей. А потом уж, когда наше место возродилось, пришлось нам попросить помощника. Вот мы попросили высокопрестящих архиепископа Сергия священнослужителей. Теперь сможем соборно, тихо, мирно, любовью, друг друга уважаем, поддерживаем, не ругаемся по милости Божьей, пока слава Богу в молитву Царицы Небесной. Отец Николай, сильный духовник и заботливый пастырь на Неве Господней с молитвой несет миру Божьи истины. Сопереживая человеческому горю, он наполняет души православных людей светом веры, без которой невозможно возрождение и процветание России, а также невозможно возрождение наших исторических корней и великой православной культуры. Среди пологих склонов Оврага открывается панорама голубого островка Святого Источника, место явления чудотворной иконы Божьей Матери «Избавительница от бед». Это сюда купели с целебной водой с раннего утра и до позднего вечера идут и едут из ближайших и дальних уголков России и зарубежья паломники. И всем верующим чудотворная икона приносит исцеление и духовную радость. После купания все набирают святой воды из источника и везут ее как великую святыню для родных и близких, для себя и знакомых. Все, кто с верой приходит и приезжает сюда, находят на этом месте душевное и физическое исцеление. Под иконой висят крестики подношения. Это как раз в основном это все то, что люди приносят в дар, в додарность Божьей Матери за полученную помощь, за какие-то исцеления, за исправление жизни, какие-то изменения жизненных условий, в которых они пребывали. Но наиболее ярким я для меня во всяком случае это пример исцеления так сказать одной русской американки рабой Божьей Галины, которая там в Америке живет. Она как раз ее врачи американские приговорили, у нее была онкология четвертой степени и она решила напоследок съездить на историческую родину вроде как помолиться. Ну и вот у нас неделю жила, молилась здесь, причащалась, взяла водички, маслица, и уехала к себе в Америку. А потом где-то через полгодика написала письмо, что у нее все прошло. То есть прислала, там вот ей сердечко золотое весь этот, ее дар был, который она прислала сюда в качестве, так сказать, благодарения Божьей Матери. Вот такой как бы случай наиболее интересный. Было исцеление здесь и тоже замечательного человека Евгения Васильевича Громык, это замминистра сельского хозяйства России. В Самаре была выставка, конференция какая-то, связанная с сельским хозяйством, такая международная. И вот он сюда приехал, у него негнулись пальцы рук, что-то с уставами случилось, видимо, от постоянных перелетов, как он говорил, каких-то поездок, у него вот суставы болели. И спина, по-моему, тоже не гнулась. Вот он подошел, приложился к иконе и потом с радостью показывал нам руки, сжимал пальцы, разжимал, говорит, смотрите, вот они у меня двигаются. Я, говорит, почувствовал, как будто что-то вышло из меня после того, как приложился к иконе. И спина у него стала гнуться, он пошел, искупался в источнике с нашим министром сельского хозяйства Алексеем Петровичем Поповым тоже. Вот. И так вот, такое радостное, радостное событие такое было, мы тоже порадовались, потому что Матерь Божия всем помогает. Не только простым людям, но даже вот высокопоставным чиновникам, скажем, людям, которые несут ответственность за нашу Россию, за управление страной. Поэтому действительно она царица, приблагая. Она всем помогает, всем дает вот при избытке помощи. В 2005 году храм был построен. Особенно многолюдно здесь бывает на церковные праздники и в день явления иконы 21 октября во время крестных ходов. Крестный ход это православный обряд в форме благоговейного шествия верующих с иконами, крестами, хоругвами и другими христианскими святынями с целью прославления Бога и спрашивания у Него милости и благодатной поддержки. Старые люди говорят, когда крестный ход идет, ад трепещет. Крестный ход это зов души, это соборная молитва. С древних времен верующие, освящая поля и луга, ходили, неся перед собой большой крест и икону с хоругвами вокруг храма или из одного храма в другой или из одного места в другому. В крестный ход может идти любой человек по желанию души, ищущий особую милость Божью. Да, у нас такая традиция уже стала устойчива, несколько лет она существует. Обычно крестные хода сюда идут, в Самару знаменитый крестный ход, в Тольятти тоже близлежащих, с Поволжского, с Красного Яра, даже по 10-15 человек приходят, а в Самару по полторы тысячи людей приходило. Но у нас хорошая традиция есть, наши иконы ездят на православные выставки и в Самару, и в Тольятти, и в Сызрине была в этом году. А также вот в Тольятти и в Ставропольский район, здесь у нас вокруг Тольятти села, мы тоже эту икону посылаем для того, чтобы верующие, кто не может приехать в Ташлу, могли помолиться, приложиться, получить помощь от Божьей Матери. Люди с энтузиазмом, с радостью приемлят эту икону. Вот сейчас тяжелое время, тоже она сейчас у нас путешествует, потом мы стараемся перед посевной тоже пускать иконочку, чтобы фермеры, простые крестьяне все помолились, чтобы все хорошо, удачно прошло. Такая традиция есть уже. На самолете облетали район, на кораблике она у нас плавала, но сейчас вот на автомобилях ее перевозят из села в село, вот такой вот крестный, автомобильный крестный ход. Это уже стало традицией, Владыка благословляет, наш митрополит, отец Николай тоже с радостью благословляет, и мы вот, нам, правда, немножко, так сказать, не очень радостно, что икона уходит от нас, но мы понимаем, что мы не одни, что люди тоже нуждаются в помощи, и что действительно свет и радость приходят и в семьи, и в приходы, и в те населенные пункты, где приносится эта великая святыня, считаю, что действительно великая святыня. Икона-избавительница от бед притягивает молитвенников со всей Самарской области. Многие из них при жизни приезжали сюда молиться и после ухода в вечную жизнь нашли пристанище рядом со святыней Божьей Матери. За могилами присматривают сестры монастыря. С апреля 2016 года в селе Ташла открылся Троицкий женский монастырь. В начале несколько духовных чад про Таирея и Николая пожелали посвятить свою жизнь Богу и Его Пречистой Матери. Так собрались первые сестры в общину. У нас около 25 человек сестер. Занимаемся в основном у нас основная работа с паломниками. Самая основная. Потому что очень много посетителей. Поэтому всегда у нас много занимает время встретить, проводить, накормить и уложить. Многое время уходит на это. Было время, когда еще первые годы здесь даже тропинка зарастала травой к храму. А сейчас вы сами видите, что здесь. Уже на будущий год, вот совсем скоро, меньше года осталось, столетие иконе нашей избавительницы от бед. поэтому Владыка благословил обитель и трапезный корпус, чтобы можно было дорогих гостей встретить. Пресвятая Богородица явилась в Ташле в тяжелое время, когда неоткуда было ждать помощи. И сегодня она старается своей чудотворной иконой избавительницы от бед и водой из святого источника исцелять и помогать людям, призывая их к вере, к спасению души. И вновь Святая Русь возвращается на свою историческую дорогу и обретает тропу к храму. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин